Всем привет, дорогие зрители моего канала, и это гайд, как стыковаться со станцией, или с другим каким-нибудь аппаратом. Если вы подумаете, что я взял идею у Никодима, на самом деле это неправда. У меня еще давно были планы снять видео про стыковку, вот доказательства, вы видите, что комментарий был написан неделю назад, а видео Никодима вышло только вчера. Но это самый быстрый и понятный гайд, как стыковаться со станцией, или с каким-либо аппаратом. Но мы не будем задерживаться, и поехали! Показывать я вам буду с самого запуска, чтобы вы наблюдали за процессом. Но я ускорю время, чтобы не замедлять процесс. Все, вот мы и создали. Орбиту более ровную, более четкую. 120 километров, 117 километров. Теперь нам нужно сбились со станцией. Для этого мы устанавливаем цель на нужный вам аппарат. И видим вот такие вот ползунки. 0,5 градуса видим. Это показана орбита. То есть, мы, к примеру, движемся вот так вот, а эта орбита ровно вот так движется. Нам нужно сравнять орбиты. Мы делаем маневр. Нажимаем вот на этот ползунок. Добавить маневр. Наклоняем. Смотрим. Не в эту сторону. То есть, видите, градус повышается. Минус 2,4. Нам нужно, чтобы он до 0 градусов впустился. Вот, видим, по себе, но он уменьшается. 0,4. 0,2. 0. Вот, можете остановиться здесь. Я сделал прям идеально ровную орбиту. Должно вот так получиться. 0 градусов. 0,0. Теперь нужно встать по маневру. И ускорить время до маневра. Кстати, ребята, эта ракета на скорую руку. Так что, строго не судите. Это что, чисто для видоса, чтобы вам показать. Ждем. Запуск двигателя на 2 секунды. У нас еще 44. Ждем, когда наступит здесь 1 секунда в маневрце. Вот. 4, 3, 2, 1. Но главное не переборщить. Смотрим на метр в секунду. Делаем тоже 0 метр в секунду. Вот у меня маленькая погрешность получилась. Но она не серьезная. Видим, что 0,0. 0,0. Все отлично. И теперь нам нужно повысить свою орбиту. Если бы станция была бы ниже меня, то мне бы пришлось опустить ее. Мы повышаем орбиту. И видим. Вот эти желтые и розовые полгунки. Это ближайшие точки движения по орбитам. Нужно подвигать, чтобы они коснулись друг друга. То есть, желтая с желтой. Розовая с розовой. Без разницы. Главное, чтобы какая-то из них коснулась. Вот у нас сейчас не получается маневр. Потому что нам надо еще прокрутиться на орбите. Мы нажимаем сюда. Нажимаем орбита плюс. То есть, это мы как будто бы прокрутились. И теперь мы уже можем сделать орбиту. Вот. Мы смотрим. У нас 1,2 километра. Это достаточно много. Мы убавляем. Нет. Значит, не в эту сторону. Прибавляем, значит. Смотрим. Должна получиться примерно 0,2-0,0. Вот так. 0,0-0 это слишком опасно. Можем столкнуться к аппаратам. Если у вас, конечно, большая станция, то вероятность большая. Вот я поставлю 0,1. То есть, 100 метров до станции. И просто возьмем маневра. Ставим опять по маневру. Кстати, физическое ускорение нажимается на Alt, U, Alt, B. То есть, вот. Или стрелочками. Не вот такое вот ускорение. А физическое. То есть, оно не безопасно. Но зато вы можете, к примеру, запускать двигателя. И поворачиваться быстрее ракеты. Чтобы вам дольше не ждать. И все. Мы ускоряем время. Вот. Мы прокрутились два раза. Поворачиваем ракету как вам нужно. Так. Ждем 11 секунд. Когда вот тут наступит. 11 секунд не цепило. Мы начинаем маневр. Опять ждем 0 метров в секунду. Добавляем сквозь маленько. Чтоб не перелететь. Все. 0,0. Нажимаем ОК. Галочку. И мы видим. Расстояние до цели 3.0. И нам нужно подкорректировать орбиту. Взбавляем газ. Вот сейчас почему-то маневр не удался. Я пробую другими способами. Радиально наружу. Радиально внутрь. Чтобы орбита в вот эту сторону пошла. Либо в эту. Так. Пробуем. Вот способ работает. То есть, мы орбиту перезвигаем в эту сторону. То есть, она у нас, к примеру, была вот так вот. А теперь у нас вот так вот. То есть, мы подвинули моря. Маленько орбиту в эту сторону. И ждем движения. Сохраняется на всякий случай. И теперь нам нужно установить цель. Вот у вас будет орбита. Выставится цель. И против движения. Чтобы затормозить и сравнять скорость с аппаратом. Или с космической станцией. Все. Тормозим. Маленечко я тупанул. Состояние под эту станцию. Ну и одного километра тоже нормальная дистанция. Сейчас мы это гоним. Сейчас как раз вам все покажу и объясню. Все. Опять мы уменьшаем скорость. Все. 0,0 метра в секунду. Мы сравняем. То есть, видите, станция от нас не уходит. И теперь нам нужно прийти вот этот ползунок к цели. Называется. Мы ускоряемся. И нам не надо, чтобы желтый тоже к цели подошел. Все. Не надо разгоняться на сильно большую скорость. Потому что может произойти крайне нештатная ситуация. И к примеру могут столкнуться аппараты. Мы ускоряем время. Ждем, когда станция подойдет к нам поближе. Станция подходит все ближе и ближе. Начинаем торможение. Я выброшу лишний бак, чтобы они мне не мешали. Так, опять торможу. Чтобы сравнять скорость. Вот. Можно, в принципе, здесь убавить. Если вы хотите аккуратно все сделать. Ограничение тяги ждет. И давайте маленько подождем. День. Чтобы было видно. Так, отлично. И давайте сближимся со станцией. То есть, вы выбираете сейчас, какой вам уйден нужен. Я буду стыковаться вот этот. Вы бы хотели вот этот. А я специально вам покажу, как стыковаться вот этим. Мы на него наводимся. И, кстати, забыл вам сказать. Чтобы состыковаться, вам нужен РСУ. То есть, вот такие вот топливные баки с монотопливом. И вот такие вот движки. Я без них могу пользоваться, но помощи них легче происходит стыков. Так. Маленько отдаляется станция, чтобы не ударить по дне. Вот, все. И сейчас я вам объясню, для чего они нужны. РСУ. Многие уже знают. И смотрите. Нажимаем РСУ. И режим стыковки. Все, теперь мы с помощью кнопок А, С, Д, В можем контролировать ракету. А также Н, H. Н это взад. Вот это взад. H это вперед. И вот так контролируем все дело. Выравниваем, чтобы курсор у вас здесь был. Все, и нажимаем на H. Приближаемся к стыковочному узлу. Все, вот мы и состыковались. И это самое короткое видео на ютубе. Остальные видео там от 20 до 40 минут. Чисто я такие видео. И вот так легко оказывается стыковаться. Если что-то непонятно, пишите в комментариях. Всем отвечаю. Ну а вам спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...